Ребят, всем привет, с вами Данте, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет такое довольно-таки интересное, я думаю, видео, ну, не знаю, как бы решать вам. В общем-то, друзья, вот этот паблик GTA Samp называется, 92 тысячи подписчиков здесь, и нет, я не собираюсь его пиарить, даже, наверное, наоборот, я буду... Да блин, ничего я с ним не буду делать. В общем-то, я решил взять какой-нибудь сервер отсюда, потому что здесь паблик насыщен только одним пиаром, вот вы сами видите, сейчас вот они пиарят, там всякие, блин, серваки тупые. И я решил найти какой-нибудь сервер здесь, и зайти на него, и попробовать там отыграть РП. Вот, сейчас я тут поищу какой-нибудь, ну, не знаю, самый... самый какой-нибудь искажённый, самый какой-нибудь такой вот притерное оформление, что-нибудь типа такого, вот. И зайдём, посмотрим, поиграем там, если вообще это получится, друзья. Ну, чё, погнали. Кстати, забыл сказать, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, если вам не трудно. Всё-всё-всё, пока-пока, давайте. Так, ну что же, ребят, я зашёл на этот какой-то сервер, тут, в общем, я удивился, играет 13 человек, ну, давайте посмотрим, так, аккаунт, пусть будет у меня пароль 12345, email у меня будет вот такой вот крутой. Заходим, так, пропустить, мужчина, мне будет 40, нет, подождите, от 18 до 100 лет, окей, мне будет 100. Так, вашему персонажу 100 лет, окей, прям РП-РП, окей. Так, закрываем и смотрим. Тут, как бы, видно, что очень постарались над этим модом люди. Тут нас встречает уже банда Балас. Смотрим, что у нас тут написано. Основатель проекта Эрнесто... Я почему-то сначала прочитал это Эрнесто Кармоне. Вот это, ну, какой-то там администратор на Даймонте, то есть там какой-то разработчик, что ли, ну, какой-то крутой чувак. Так, ну что ж, вот нас вот так вот уже встретили. Нас чуть ли не задавили здесь вот эти вот Баласы. Ну, не знаю, давайте посмотрим, попробуем. Тут есть вообще команда ToDo. Нет, экшен тоже нету. Ми хотя бы есть. Все, Ми есть. Достал из кармана... Они уехали, да? Пачку сигарет. Достал из кармана пачку сигарет. Подойду к ним и... Так, закурил сигарет. Вот нифига себе, ребята. Мужики. Мудики. Мужики. Зажигалки не будет, я у них спросил. Так, мне уже ответили. Нифига себе. Нет, не курим. Так ты... Только что у тебя вот Ричард закур... Не понял. Да. Нет, не курим. И стряхнул пепел с сигаретой. Отлично. Отлично, пацаны. Нормально. Так, арендуем. Мотоцикл за 120 тысяч долларов. О! Вон еще какой-то чувачок подъехал. Погнали к нему. Да, ваш арендованный мопед был удален. Отлично. Мужик. Зажигалки не найдется, держа в руке пачку сигарет? Ну, как-нибудь так. Все-таки тут как бы нету команды ToDo. Но чтобы показать ему, что у меня типа нету зажигалки, я у него это спросил. И написал вот это вот продолжение после звездочки. Вот, держи. Ну, давай, что-нибудь ты там отыграешь, нет? Через ми. Ёпт. Блин. Передал зажигалку. Спасибо. И уехал. Ему она обратно, наверное, не нужна. Вы посмотрите на это, чуваки. Лол. Блин, это просто жесть. Я валю с этого сервера нафиг, потому что тут как бы 13 человек. Ловить меня особо тут нечего. Так что давайте-ка пойдем на следующий какой-нибудь проект. Так, в общем-то, ребята, я решил начать следующие серверы снимать именно с этого места, то есть с эскейпа. И как вы думаете, на каком респавне я очутился? Чуваки, у вас есть просто 3 секунды на раздумье. Раз, два, три. Вот на этом. А на каком еще? На что вы рассчитывали, ребята? Это на БРП. Так, ну, нам как бы написал администратор сразу, типа, ну, как бы мне ответил. Типа, он нам пожелал приятной игры. Ну, ладно. Так, у вас нет водительских прав, используйте донейт. Нормально. Нормально. Окей, меня уже сразу как бы тут заставили задонатить. Ну, типа, да, задонатить. Хотя тут мне дали как бы 100 очков там или как. Блин, а как завести мне двигатель? Алло. О, ребята, я тыкаю просто на каждой клавище. А, вроде, вроде все. Да. Со второго раза у меня получилось. Ну, что ж, едем к мэрии. Вот. Вроде там у ЛСПД кто-то есть. Давайте к ним подъедем. И сейчас я придумаю какую-нибудь РПшку. Что можно вообще отыграть. Чтобы как бы не повторяться, да, там, как мы отыгрывали в первый раз. Так, ну, вроде как. Давайте посмотрим. Просто посмотрим. Открыл дверь, да, там, чувак. Вот это, кстати, тупо, что после ника пишется ID. Зачем это нужно в ми? Зачем это нужно в отыгровках? Это никому нафиг не нужно. Какой у тебя ID? Лол. Так, можно повышение, спрашивает чувак. Нормально, нормально. То есть у них там какая-то операция. Он пишет, можно повышение. Конечно, можно. Выходи. Лол. А, кстати, сервер такой здоровый. Тут 100 человек играет. Да. Так, ну, смотрим, что у нас тут интерьер. Ну, интерьер я вот такой вот видел. И, кстати, у меня был видос, где я сливал админку. Но это было очень давно, пацаны. И там был, на том сервере был именно такой спаван ЛСПД. Такая же абсолютно карта. Ну, что ж, давайте к ним подойдем. Не знаю, чего придумать сейчас. Так, один из них как будто сразу оффнулся. Мужики. Я спросил. Нет, мне, по-моему, не ответит даже ничего, да? Насколько я понимаю. Можно повышение. Он у меня спрашивает, можно повышение. Понятно. Ладно. Хорошо. Где мой мотоцикл? Так. А, у меня нет мотоцикла. Отлично. Просто, ребят, я не понимаю, что тут вообще хотят эти люди, играя на таких проектах. То даже логотип украли с Grand RP. Ну, сами видите. Так. Во! О, я зашел в мэрию. Ну-ка, что тут вот эти вот мужики будут? Так. Ну-ка, вон там отошел куда-то. Ничего себе. Сейчас будет печатать мне, наверное, паспорт, да? Насколько я понимаю. Ну, отлично. Будет мне паспорт печатать на принтере, лол. А, что? Сэр, что? Так, еще сюда пришел этот ФБР-вец. Он что-то стоит сзади меня. Наверное, в очереди. Что? Приходите, через неделю все будет сделано. Что, лол? Окей. Тут мне как бы сразу, да, дали паспорт. Ну, да, в принципе, я как бы нормально записал все в бланк. Не, ну, в принципе, в принципе, окей. Да, нормально он, кстати, сейчас сделал. То есть, то, что у меня паспорт как бы есть, и он это сказал там, типа, приходите через неделю, все будет сделано. Ну, в принципе, да, вот здесь ему респект. Но не респект то, что как бы он взял ксерокопию паспорта, сказал, типа, я подавился там или что. Ну, в общем-то, в целом сейчас он как бы поступил даже, можно сказать, правильно. Так что ему небольшой респект осик. Но все равно я нуба РП терпеть не могу, пацаны. Так что, ну, не играйте тут. Ну, давайте напоследок еще на один сервер сгоняем и попробуем пойти там в гетто. Ребят, вот это, наверное, самый нубо-РПшный сервер. Потому что, во-первых, нам как бы тут, насколько я понял, дали 10, 110 миллионов, 50 тысяч доната. Нафиг они вообще нужны. И смотрите, сколько тут играет человек. 918. Я больше чем уверен, друзья мои, что здесь нифига не такой онлайн. Тут я, ну, как бы на 100% уверен. Во-первых, взять вот эти вот 15 уровни, да. Если вот так вот подняться, то видно, что их очень-очень много, 15 уровней. Я не думаю, друзья, что люди сами качались. И я полностью уверен, что эти 15, там, 13, 14 уровни, это просто обыкновенные боты. Так, ну что же. В общем, денюжки капают. Мы снова на таком же нубо-Респавне. Ну, арендуем скутер, да. Здесь драться нельзя. Отлично. Я просто нажал Enter, и мне сказали, здесь драться нельзя. Ну, ладно. Хорошо, поехали. Как тут завестись? Ну, нам даже подсказку не дали, как завестись. И сейчас я направляюсь в гетто. Посмотрим, что да как там. Вот. Посмотрим, ну, будут ли с нами РПшить бандиты. Хотя, если они там вообще, конечно, есть. Так, но видно сразу, что онлайн здесь какой-никакой есть. Вот. Это видно сразу, но точно не 900 человек. Вы сами понимаете. Тут от силы сейчас играет, ну, человек, может быть, ну, 100. Вот так вот. Ну, что ж. Я, в общем-то, приехал как бы в гетто, да. И нифига тут и нету никого. Да. Так, ну что ж, ребята. Я проехал все гетто и не нашел там ни одного человека. Ладно. Я приехал к мэрии. Или что это вообще там? Не знаю. Да, это мэрия, походу. Вот. Ну, в принципе, маппинг тоже, конечно же, украденный. Вот. Ну, давайте подойдем опять же к ФБРовцам. Доброй ночи, господа. Доброй ночи, господа. Давайте просто спросим какой-нибудь... Так, он уже пишет транслитом, чувак. Уже как бы до свидания. Ит 10. Ну, все. Тут о каком РП можете тереть, если тут ФБРочник, какой-то старший ранг, ну, нарушает правила... Элементарные правила РП. Так, давайте спросим хотя бы просто у них времени. Не подскажете время. Тут у них туду есть команда? Нихрена себе. Тут у них даже есть туду команда. Ничего себе. Так, ну, ладно, давайте-ка. А то свои часы забыл давным-давно. Ну, как-нибудь так. 12 часов ночи, а что? А как вы так посмотрели вообще? Ну, как бы он просто сказал мне от балды. Ну, ладно. Конечно, какой может быть вообще вывод, друзья? Я как бы уверен, что каждый из вас, начав смотреть это видео в самом начале, то есть на первой же минуте, вы бы могли сказать спокойно, что никто со мной не будет играть РП. И это было, конечно же, ну, сразу предугадано. Но, друзья мои, на втором сервере, который мы смотрели, я уже даже забыл, как он называется. Там какой-то Аврора там или что-то еще, который логотип от Гранд РП взяли. Вот там вот сотрудник мэрии, да, то есть, ну, сотрудник какой-то организации, он мне, ну, вроде как даже чуть-чуть отыграл со мной небольшую РП-шку. То есть он мне там подсказал, ну, сказал, что типа там паспорт придет ко мне через неделю. Вроде он все сделал правильно, то есть как оно и в принципе и надо. Ну, а что касается остальных проектов, на первом проекте, который, ну, на который я зашел, да это даже проектом трудно назвать-то. Это просто нуба-сервер, вот и все, как бы. Там просто меня сначала хотели задавить, потом, ну, в общем, сами все видели. А сейчас тут какой-то старший ранг из ФБР, он просто стоял и мэгэшил. Какой из этого вывод, друзья? Я думаю, что каждый из вас догадывается, что на таких проектах играть совсем не обязательно, потому что здесь, как бы, ничего вы не добьетесь и никакого удовольствия вы не получите. Ну, если вы, как бы, не дебил. Так что, ребят, я думаю, вы меня услышали. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк на это видео, подпишитесь там, ну, вы сами все знаете. Спасибо всем за просмотр, с вами был Данте, всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok